Благ и милости в Господь. Представьте, когда Господь выводил еврейский народ из рабства с Египта, еврейский народ пришел в Египет, когда был голод на земле, и находился там 400 лет. Постепенно он попал в рабство и очень стонал от тяжелых работ. Господь еще пророчествовал раньше пророку, что Якову, что через 400 лет он выведет народ из Египта крепкой рукой. И когда пришло это время, он крепкой рукой начал выводить еврейский народ. Фарон не хотел отпускать евреев, потому что они работали на него. И Господу Богу пришлось показать 10 казней, чтобы вначале фараон говорил, кто такой Бог. Не знаю я его. И Бог на фараоне показал всю свою мощь и силу, что для него нет ничего невозможного. Но если он решил вывести народ, никто не остановит. Сердце фараона было ожесточено, и он всячески сопротивлялся. Господь на него наслал 10 казней. И только когда уже была 10 казнь, то есть все первенцы умирали в Египте, тогда фараон просто и весь народ начал выгонять египтян, потому что говорили, гибнет весь Египет. Но суть немножко сейчас я о другом хочу сказать. О том, что когда Бог назначил 10 казнь, что погибнут все первенцы, он сказал Моисею, а Моисей народу, что они должны взять ягненка каждый без порока в эту ночь, когда будет губитель проходить. И его кровью ягненка помазать все косяки, для того, чтобы когда губитель будет проходить, он увидит кровь на косяках и пройдет мимо этого дома. И в этом доме никто не погибнет. Никто. И не было. Самое интересное, что было, что Бог не сказал, я буду отделять самых страшных преступников от самых праведных. Он просто сказал, всех, кто будет в доме, и будут косяки помазаны, все останутся живы. Все. То есть грех любого человека, который находился в доме, будет омыт кровью этого ягненка. И народ еврейский послушался Моисея и зарезал ягненку, ягнятку. В каждое семейство брало по ягненку. Это была жертва очистительная. И также Бог сказал, что утром египтяне вас просто выгонят. Поэтому будьте, ваши чесла должны быть припоясаны, вы должны быть в обуви, готовы к уходу с Египта. И каждый должен ягненка в каждой семья сесть. Это прообраз Иисуса Христа, который будет отдан за жертву. А все, что не успели сесть, сжечь. И когда еврейский народ послушался, помазал косяками в эту ночь, все косяки спекли ягненка жертвенного и кушали всю ночь, то ангел, губитель Божий проходил, видел, и ни в один дом не зашел. В это же время в Египте был умер каждый первенец человеческий, а также первенцы всех животных, всего скота. И все только из-за того, что фараон не хотел отпускать еврейский народ. Даже первенец фараона тоже умер. И вот смотрите, все, кто находился в домах еврейского народа, какой бы у них грех не был, но кровь, которая была кровью помазанной, за грех, наказание, смех. Народ, мы все грешны, все. Нету ни одного человека без греха. И за грех, наказание, так Богу сказал, смерть. То есть совершил грех, по закону ты должен умереть. Мы все грешны, нет ни одного человека без греха. И по закону, после смерти, наша душа, она вечна. И нас ожидал ад. Так же, когда Господь в Египте сказал помазать кресики, это был прообраз Иисуса Христа, который своей кровью нас спасает. И вот получается, в Египте все первенцы умерли, но в еврейском народе ни один человек не умер. Кровь Ягненка их спасла. Губитель проходил, видел и не заходил в эти дома. И там никто не умер. Даже самый грешный человек был защищен кровью Ягненка. Через много веков, лет пришел на землю Иисус Христос. Он был тем Ягненком, искупительной жертвой за всех нас грешных. За всякого грешного он был искупительной жертвой. Он был, есть, и он жив. Он ушел на небо. После третьего дня он воскрес, ушел на время, ушел на небо, до времени. И придет время, когда он назад уже вернется. То он приходил как спаситель, а то придет как судья уже. И вот получается, что как в Египте кровь Ягненка спасла всех, весь еврейский народ, независимо от того, насколько они были грешны, они в эту ночь были очищены. Так Бог сделал. Так и сейчас. всякий человек, независимо, насколько у него страшные грехи, если принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и Спасителем очищается кровью Иисуса Христа, которая была пролита на кресте, когда Иисуса Христа распяли. Он умер на кресте за все, за каждого человека, за каждый грех каждого человека. Это была искупительная жертва. Иисус Христос это искупительная жертва за всех нас, независимо, насколько мы грешны. И дальше, получается, надо просто уверовать у Иисуса Христа и отвернуться от греха, повернуться на 180 градусов от греха. То есть, начинать грехом бороться. И Бог сказал, что всякий, кто призовет имя Господне Иисуса Христа, Сына Божия, тот спасется. Мы должны призвать Иисуса Христа. То есть, уверовать, в первую очередь, уверовать. Без веры ничто не будет. Уверовать, что Он приходил нас спасти, что Он искупительная жертва, Он искупил нас от греха. Если человек уходит с этого мира в иной мир, то тело умирает, а дух жив. Дух человеческий вечен. И он в два места может пойти. Или в места мучения навсегда, навечно. Или в места которые называются Божьим Царством. Где вечная жизнь, где радость, где Господь утрет каждую слезу. Искупительная жертва. Если и Он сказал, когда вы принимаете Иисуса Христа, то Его кровью мы очищаемся полностью, мы становимся чистыми, как будто не было никогда грехов. Никогда. и даже когда мы принимаем Иисуса Христа, мы еще младенцы, мы родились, но как младенцы, мы еще обкакиваемся, мягко говоря, то есть мы еще совершаем грехи, потому что в нашей плоти живет грех, и он цепко в нас держится. Но мы каемся перед Иисусом Христом, Христом, и Он нас прощает, и мы боремся, мы стараемся бороться с Христом, мы стараемся бороться с грехом. Мы Его побеждаем, Он нас побеждает, мы падаем, вымазываемся, грязными становимся, но Бог опять нас омывает и говорит, вставай и двигайся дальше, сопротивляйся. Он смотрит на наше сердце, Он любит нас, но ненавидит грех, и Он нас отделяет от греха. Когда мы начинаем идти с Иисусом Христом, то Он нас очищает и дает нам Духа Святого, которым мы запечатлены, и мы становимся Божьими детьми. Те, кто уверовал Иисуса Христа и принял Его, становятся Божьим ребенком. В Царство Божие мы можем попасть только через Иисуса Христа, больше никак. Он есть дверь написана, ведущая Царство Божьим. Без Иисуса Христа, как мы здесь не проживем, но без Иисуса Христа мы уходим только в места мечей, больше никуда. Уверуйте, как еврейский народ поверил Моисею, помазал косяки кровью и оказался под защитой. Ангел губитель видел и мимо прошел. Где косяк был помазан, он туда не заходил, где нет, он заходил и там умирал первый. Самый, самый, самый страшный грех был омыт кровью и в нем. Сейчас же самый, самый, самый страшный грех омывается кровью Иисуса Христа. И если мы уверовали, он нас обеляет, очищает. И мы чисто идем дальше. И дальше написано со страхом стран сутим. То есть каждый шаг делайте с осторожностью, с мудростью. Уходите от греха и идите за Иисусом Христом. То есть уверуйте в Иисуса Христа и спасетесь. Молитва простая, она должна быть от сердца. Господь Иисус, ты мой, я верю, что ты был, ты есть и что ты умер за каждого из нас, взяв на себя наши грехи. Я прошу тебя, прости все мои грехи, очисти меня от грехов, Господи, и спаси, я твой, спаси меня, Господь, я твой, спаси меня. И милостью своей Иисус Христос спасет тебя. И не выбирайте смерть, выберите жизнь. Без Иисуса Христа конец пути это смерть и вечное мучение. С Иисусом Христом, даже если наше тело умирает, наш дух идет в небеса, к Господу. потому гири греха может только снять Иисус Христос. Гири греха тащат нас в ад. И если Иисус Христос войдет твою жизнь, то эти грехи отвяжутся, то эти гири отвяжутся и упадут в ад. А мы вознесемся в небеса Господа. Уверуйте Иисус Христа и получите спасение. Спасибо.